Приветствую вас. Мне кажется, что у парня здесь есть только страх того, что вы его не будете воспринимать всерьез, да? Мне кажется, что у молодого человека здесь есть только ощущение, что вы можете как-то перестать вообще обращать на него внимание, да? Вот. И его уверенность в том, что вот именно за тем, что вы переспали, больше ничего нет. То есть у него есть начальное ощущение, что вы к нему, ну, вообще никаких чувств не испытываете совсем. Вот. И, соответственно, его поведение, оно представляет из себя, вероятнее всего, защиту, защитный механизм. То есть теперь, после того, как вы перестали, соответственно, у него, возможно, чувств к вам стало больше. Вот. И он эти чувства боится показать вам. Потому что боится, что они вам просто-напросто будут не нужны. Вот так мне видится, исходя из того, что вы написали. Конечно, есть и другие аспекты. Например, тот момент, что вы изначально вели себя с ним больше в позиции такой родительской, да? Больше в позиции мамы. Вы его называете ребенком. И мужчины это понимают. Мужчины понимают, что для вас он, скорее всего, просто ребенок. И это, безусловно, ему не нравится, потому что он себя чувствует незначимым из-за этого. И можно говорить о том, что мужчины либо очень пассивны в таких отношениях, когда у них девушка как масса, да? То есть они вроде бы нуждаются в них, вроде бы. Но если что-то идет не так, если что-то идет не так, что это начинает отвращать мужчину от нашей девушки. Что и случилось, собственно говоря, с вами, да? Вот. Что и произошло с вами. И как вот эта ситуация видится мне, что, конечно, в первую очередь вам нужно поговорить. Но в этом контексте мне не совсем ясна ваша позиция. То есть вы, как я понял, значит, ему ничего не говорили, вы, как я понял, так с ним не объяснились, вы просто приспали и все. То есть у вас не было разговора. Ну, как бы с ним. И почему-то вы отказались говорить его другу о том, что вы чувствуете, да? И так далее. Вот. Давайте вот мы здесь... Вот. Печет мне его друг. Начинает расспросить, хочу ли я отношения с его другом. Это означает, что мужчина переживает. Это означает, что мужчина переживает и, в общем-то, довольно серьезно, ну, раз другу печет. Вот. То есть в этом контексте мне представляет ситуация, что вы одновременно, ну, одновременно вам доставляет удовольствие быть вот таким молодым человеком, который, ну, такой, по вашему мнению, ребенок, да, и так далее. То есть вам это нравится. Хотя, в общем-то, разница в возрасте, нет, вам и не такая очень большая. Вот. Вам это доставляет удовольствие, видимо. Но вот признать себе, признать о том, что вам это нравится, вы не можете. Потому что, возможно, считаете, что должно быть по-другому, либо просто привыкли выжимать свои желания, привыкли даже выжимать свои потребности. Вот. И, посему, посему первоначальному необходимо разбираться с чувством вины, которое вам мешает. Безусловно, потому что вы все время боитесь, что сделаете ему больно, все время оплатаетесь с того, что причините ему, там, какой-то негатив и так далее. Хотя это вообще взрослый человек, а вы его обесцениваете. Вот. Я полагаю, что здесь важно определиться со своими чувствами. Если чувства у вас к нему есть, если они действительно у вас имеют, да, чувства именно, то в таком случае поговорите с ним. Дайте ему понять, что вы, в смысле, ну, воспринимаете его всерьез, да, дайте ему понять, что вы, как бы, ну, дайте с ним, как в мужчине. Вот. И раскройте свои карты. Если вам действительно нужен столько секс от него, ну, в общем, и в целом, что не является чем-то плохим, ну, в самом деле, да, просто давайте вот сразу этот момент определим, что нет ничего плохого в том, что нам от него нужен только секс. Это нормально. И если вам нужно от него только секс, то, соответственно, ведите себя так. Но тогда винить всегда не так, потому что, если бы он не хотел бы, ну, ничего бы не было. Понимаете, да? Да, что есть. Мне представляет ситуация такой, что вы через чересчур много на себя берете и по какой-то причине вот, значит, считаете себя ведущим партнером. Вот. Ну, может быть, вы были более, может быть, вы более опытны в сексе, может быть, вы более опытны в сексе, но я не спору с этим, может быть, так. Но это ничего не меняет на самом деле. То есть вы опытны в сексе, но и все. Вот. Поэтому я полагаю, что вам нужно, ну, все-таки вот, если грамотно, то определиться с тем, как вы относитесь с мужчином вообще. Вот. Потому что, ну, вот, то, что происходит сейчас, это очень противоречивая позиция. И во многом, во многом вы из-за этого оказались в этой ситуации. Что вот вы перестали, да, и, ну, вам ничего не сделало просто сказать, что ты не нравишься меня, хочу быть с тобой, или что-то еще в этом роде. Ну, вы этого не сделали. Вот. И я думаю, что вам нужно с вашей позицией, как бы, уже определиться. Вот. Что касается чувства вины. Что касается чувства вины. Что касается чувства вины. Момент. То есть, понимаете, если вы сделали то, что хотели сделать, то есть, ну, то есть, ну, вот, вы хотели с ним переспать, да, и вы переспали. А, если вы, если вы сделали то, что хотели сделать, то винить себя не нравится. Абсолютно. И, и, и вам, и ему не нравится себя винить. Понимаете? Но если вы себя обвиняете, значит, скорее всего, вы склонны это делать, а, не только с этим молодым человеком, но и вообще склонны себя обвинять. Если так, то с причинами этого нужно разбираться. То есть, как и почему вы, значит, себя обвиняете. Вот. Поэтому, значит, я думаю, что вам нужно поговорить. Не бояться, что в 19 лет он ничего особо не поймет, он уже взрослый, он уже адекватный человек, он уже ответственный за себя разживет один. И, и добавляться вот здесь стереотипов относительно того, что вы можете быть мамочкой для мужчин. Простите, если у вас были сексуальные игры, да, то ни о каких родительских отношениях речи не идет. А, как бы, с мамами не спят, да. А если вы, ну, если вы стяготеете к тем, кто молодой девасток, если вы человека считаете ребенком, и у вас есть сексуальное влечение, то это уже идет у вас из детства. То есть, это, скорее всего, проект своего собственного ощущения. Вот. С этим нужно разбираться. Вот. То есть, вся проблема в том, что вы не выражаете свои чувства. А вообще, на протяжении всего вашего текста, да, вы не выращаете свои чувства. То есть, что у вас внутри происходит. Вот. А мужчине нужно, наоборот, чуть прохать больше. Потому что он, да, в некоторой степени в себе не уверен. Это так. Но его неуверенность связана с тем, что, во-первых, у него нет опыта. Вот. Вот. И, во-вторых, ну, возможно, просто, ну, не было возможности, да, там, или желания с кем-то перестать. И вообще быть в отношениях. Вот. Поэтому, понимаете, опять же, винить себя за то, что вы так поступили, да, это некорректно. Потому что вы бы, мне кажется, могли бы поступить по-другому, ну, если бы была такая возможности у вас. Но возможности нет, нет, возможности нет такой. То есть, опять же, у вас есть какие-то обстоятельства, которые именно вам не позволяют проявлять чувства. Да? Вот. И мне кажется, что нужно работать над осознанностью. То есть, что вы здесь делаете. Ибо вот вы говорите, что я пошла в лану, вышла, пошла к нему и перестала. Не знаю, почему вообще мне это сделал. Просто воспользовался им и все. Вот мужчина и подумал, что она у меня друг прятала и просто воспользовалась. Потому что, ну, со стороны это выглядело именно так, на самом деле. Со стороны. Вот. Понимаете, какая история? Вот. Поэтому, мне кажется, что этот вариант нужно исправить. Другое дело, другое дело, что вам, вам самой, видимо, очень приятно было. То, что он вас как-то вот, значит, сдал, там, что-то делал там для вас и так далее. Вам это было приятно. И вопрос, вопрос нужно задать только такой, приятно было, что именно. То есть, вам просто мужское внимание было приятно? Или приятное внимание именно этого человека? Понимаете? Вот. Потому что, если просто мужское внимание, то, наверное, с этим мужчиной лучше вам вообще в отношениях не быть. Если просто мужское внимание. Вот. Это именно его, ну, так скажите ему об этом. Понимаете? То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, только вся в том, основная, только вся в том, что вы, когда не надо, включаете родителя. То есть, я не знаю, может быть, секс вы их, включаете родителя. Может быть, вы взяли отношения с ним, включаете родителя, да? То есть, вы, как бы, проявляете холодность. Но зачем вы проявляете холодность? Этот момент интересный. Вот. То есть, если вы проявляете холодность, как бы, защищаясь от чего-то, то нужно определить, для чего именно. То есть, от чего вы защищаетесь. Если вы проявляете холодность из-за чувства вины, да, которое у вас есть, то, соответственно, чувство вины, оно восходит, скорее всего, к родительным каким-то нормам. Да? Но вы, противозаконного, не сделали ничего, потому что мужчина творчественная жизнь, и он имеет право делать то, что хочет. Под свою ответственность. Вот. Вы ему, кстати говоря, ничего не должны. Тоже. Вот. На самом деле. Да? Вообще, ничего. То есть, совсем. Отлов. Совсем. Понимаете? Вот. И, значит, соответственно, вот так. То есть, вам нужно освободиться от своих переживаний, которые сейчас вам, на мой взгляд, очень мешают. Которые делают вас не свободны. Вот. Вот. Вы оказались вместе с человеком. Да? Вот. А вы получили, по сути, возможность, да, получить удовольствие. Ну, как бы, обоюдную. Ну, как бы, обоюдную. Хорошо было обоим. Теперь нужно просто определиться с чувством, и все. То есть, что значит для вас этот человек. И донести это до него. Вот и все. Вот и все. По сути, стыла многим сделано. А брать ответственность на себя излишнюю. Эм. Ну, вот. Эм. 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 заканчивается не заканчивается а вы и начинается другое при желании это можно разобраться на этом все я надеюсь что помог вам если вам понравился мой ответ буду благодарен если вы сделаете его лучше а я вам желаю всего самого доброго и удачи